Северодвинск. Город молодой и относительно небольшой. Столь массовой деревянной застройки, как в Архангельске, не знал. Потому и проблема ветхого жилья здесь стоит не так остро, как в столице Поморье. На третьем этапе программы по переселению благоустроенные квадратные метры здесь должны получить 276 семей. Две сотни северодвинских ячеек общества сейчас обретают надежную крышу над головой в двух домах на улице Ломоносова. Еще 76 должны оккупировать пятиэтажку на лесной 24. Экскурсию по дому проводит начальник управления муниципального жилфонда Игорь Соснин. Заходим в очередную квартиру. Эта квартира предназначена для переселения из ветхого аварийного жилья. Двухкомнатная квартира, полностью поклеена, линолеум, все. Сантехника. Все есть, граждан нет. Точнее так, многих пока нет. Граждане, которые получают договорство с наймом, они должны подписать обязательство сдачи аварийного жилья. Они должны его освободить, а для того, чтобы они должны освободить, должны подписать все совершеннолетние члены семьи. Трудность заключается в том, что не все граждане проживают или в Северодвинске, или на территории Архангельской области. Они должны присутствовать лично или по нотариальной доверенности. К середине недели договоры соцнайма получили две трети новоселов. Кто-то подойдет за документами в эти выходные. Кого-то, вероятно, придется искать с полицией. Не найдут, в суд пойдут, дабы признать человека, утратившим право пользования жилплощадью. Его место займут следующие очередники. Правда, бывает и так, потенциальный новосел есть, а желания переезжать нет. С 36-го года женщины мы предоставили жилое помещение, соответствующие площади занимаемые, в квартиру, то, что нас занимало. Но это был первый этаж. Мне, говорит, не нужно первый, мне нужен только пятый. И случай другой, противоположный. 23 года парня, пятый этаж. Нет, мне нужен первый. Ну, люди начинают выбирать не то, что площадь квартиры, начинают выбирать этажи. Это их право. У нас, если есть такая возможность, мы идем на встречу. У нас, если нет такой возможности, у нас и нет обязательств. Закон этажи не расписывает. Так что упертых граждан, если что, переселят по суду. Да-да, приставы вместе с вещами перевезут. Так как задача программы не только новое жилье предоставить, но и старое снести. Игорь Штенников кочевряжится не стал. Ему благоустроенная квартира в радость. Наш дом старый, уже почти все гнилое в доме. А здесь, видите, какая красота. Я жил с соседями. Мне очень нравится, что я теперь сам буду жить. Деревяшка, в которой проживал пенсионер коммунального типа. Несколько комнат, общая кухня и санузел. Соседка Игоря Евграфовича Нина Брагина мечтает поскорее пойти по его стопам. Скоро должны переехать, наверное. Почему, наверное? По суду. Ну, ждем повестки. Объясните нам смысл. Мы не очень понимаем, что значит по суду, почему по суду. Вот то, что нам метра не хватает в жилой площади. Ну, вы какую-то претензию предъявляете? Или вы согласны на переезд, и этот метр, и бог с ним? Да, согласны на переезд. Называется это мировым соглашением. Народ готов потерять в площади пару метров ради комфорта и удобств. Правда, получается, что задержка с повесткой автоматически тормозит и программу по расселению. А что Архангельск? В четырех домах на Ленинградском зияющие чернотой окна без признаков жизни. А ведь за считанные недели расселить надо примерно шесть сотен семей. На 2 февраля лишь 86 заключили договор соцнайма. Но все они заезжают не на Ленинградский, а вот в эти два дома. Почти как в известном советском шлягере. Московских окон негасимый свет. В данном случае свет окон на Московском. 52 и 54. Пока его, мягко говоря, маловато. Одна из причин в том, что граждане, которые должны сюда вселяться, не проживают по основному месту жительства. То есть в своих аварийных домах. Найти их не могут, соответственно, не могут. И заключить договор социального найма. Вселять просто-напросто некого. На Московском 52 таких потеряшек более 30. На Московском 54 почти 70. Дежавю а-ля Северодвинск. Снова розыск, дальше суд. Люди, где вы? Вас ждут в службе найма на Ленинградском 165 и в администрации города на площади Ленина в кабинете номер 112. Впрочем, говорит начальник жилищного отдела Ольга Лямина, не все, кто приходят, затем совершают марш-бросок в новостройку. Есть граждане, которые отказываются у нас переезжать, пишут отказы в связи с тем, что не согласны с предоставлением жилых помещений в коммунальных квартирах. У нас есть такое право переселить граждан по суду. Во-первых, в коммуналке мы делаем коммунальные квартиры из квартир, которые построены, в связи с тем, что у нас 89-я статья. Мы обязаны предоставить равноценную, но благоустроенную в черте города Архангельска. Здесь мы ничего не нарушаем. Если люди живут в коммунальных квартирах, в комнатах коммунальных квартир, значит, мы и предоставляем комнаты в коммунальных квартирах. В этой деревяшке на Ленинградском зарегистрирован гражданин, не желающий менять ветхую комнату на благоустроенную. Хочет отдельную квартиру. Оказалось, однако, что в старом доме он не обитает. Ничего, нашли другого героя. У Сергея Карташова ситуация даже хуже. Вариантов с переездом вообще пока нет. Я задавал вопрос мэрии, почему тому подъезду, ну, в том подъезде жителям предлагали на московском, а мне нет. Мне ответили, что там нет такой жилплощади. Почти 76 квадратных метров. Общая жилая площадь. Что говорят под регистрацией города? То, что они подыскивают мне жилплощади соответствующего размера. Но по срокам пока ничего. По срокам пока ничего. Похоже, придется Сергею ждать новых домов. Или соглашаться на значительную потерю площади. В новостройках на московском даже трехкомнатные не дотягивают до 76 квадратов. Но ведь пока и трешки не предлагают. Хотя вот не найдут граждан потеряшек, глядишь, и до Сергея очередь дойдет. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Денис Линчевский. 7 дней в регионе.